Студия «Медиакнига» представляет Татьяна Михаль «Ты сделал мне бэби, майор?» Читает актриса Алла Човшик Глава первая Вика «Вика, ты должна сказать майору, что он стал папочкой!» — проворчала Люсьяна у меня над ухом «Нет», — ответила категорично и поудобнее устроилась под раковиной «Чёртова старая сантехника! Где бы найти лишних денег, чтобы купить новую кухню?» «Лучше подай вон тот ключ, который три четверти Этот маленький не захватывает гайку Будто я знаю, что это за ключ!» Раздражение подруги начинало меня бесить «На, вот кажется, это он!» Люсья протянула мне другой ключ И, наконец-то, этот подошёл Я захватила им гайку От души и со всей силы крутанула и... Твою мать! Выдохнула со всей ненавистью, Которую сейчас испытывала к чёртовой сантехнике «Что там?» Забеспокоилась подруга Резьбу сорвала Дурацкий китайский смеситель Всё на соплях Прорычала я и полезла обратно из-под раковины И вдобавок больно стукнулась головой Искры из глаз посыпались Приложила гаечный ключ к ушибленной голове И зажмурилась, пережидая вспышку боли «Вот видишь?» Назидательно произнесла подруга «Эта вселенная тебе знаки подаёт, что тебе мужик нужен У тебя вся квартира рассыпается Позвони своему мачу и расскажи о ребёнке» Демонстративно закатила глаза и сказала «Люся, отвали! У моей Машеньки есть я Нам вдвоём прекрасно!» «Дур ты, Вика, сама говорила, что мужик Тот просто вау! А теперь что?» Сплеснула Люська руками «Он был вау, пока я не узнала, что он рожа ментовская Ты знаешь, что я всей душой, всем своим нутром ненавижу ментов?» С пылом сказала, схватила у груди свою футболку И потрясла, выражая всю степень своей нелюбви К представителям закона Люся махнула на меня рукой И всей своей пышной массой Плюхнулась на табуретку, у которой Одноножка давно доживала последние дни Со всего маху подруга Идва не грохнулась на пол «Люся!» — вскрикнула я И вовремя успела схватить подругу За плечи и спасти от падения Подружка выпучила мне Своей небесного цвета глазища И багровее от негодования пропыхтела «Ты видишь, видишь? У тебя не квартира, а сплошное минное поле» «Ничего, все поправимо» Одарила подругу натянутой улыбкой «Я подработку нашла и...» «Вика, фриланс — это не работа, а чушь собачья» Вспылила подруга и схватила меня за руку Сжала ее и прошептала прямо в лицо «Микуся, серьезно, мы с мужем видим, что тебе тяжело Ты едва концы с концами сводишь Нам от капитал купила не квартиру, а развалюху» Зато ипотеку не пришлось брать Моих накоплений и мат капитала хватило на эту прекрасную однушку Фыркнула я Из комнаты раздался плащ Моя сладкая булочка проснулась «Ну вот, мы с тобой разбудили мою малютку» Вздохнула я и направилась к дочке Люся последовала за мной Взяла малышку на руки И Машенька тоже прекратила плакать Увидела свою любимую тетю И расплыла с безумно счастливой улыбки Задрыгала ручками и ножками «Можно?» С нежностью попросила Люся и протянула к моей красавице руки У подружки взгляд сразу стал другой Когда моя сладкая булочка оказалась у нее «Ах, и кто у нас тут проснулся? Кто самая красивая малышка? Это Машенька самая красивая, правда же?» Завырковала подружка Она смотрела на мою дочку с таким счастьем, нежностью и любовью Что у меня сердце защемило «Эх, Люсьена, с мужем уже пять лет Как работают над созданием ребеночка Но ничего не выходит Ведь оба здоровые, сильные Что Люся, что ее супруг Ромка Кровь с молоком А вот не дает Господь им деток и все тут Слушай, Люся, можно попросить твоего Ромка Что помог мне с краном? Пожалуйста» Попросила подругу и сложила ладошки в молитвенном жесте «А сантехника с ТСЖ вызвать?» Вздохнула подруга «Без денег не придет», — скривилась я «А мне каждая копеечка нужна» «Тебе мужик нужен», — завела ту же песню подруга Я жала переносицу, шумно выдохнула А потом с сарказмом произнесла «Люся, мне, если и нужен мужик, то точно не этот долбанный мент Между прочим, у них зарплата вот вообще не айс Паде три копейки получает» «Ты даже не спрашивала про размер его дохода Сама говорила, что в тот момент была в восторге от другого его размера» Рассмеялась подруга Я фыркнула и тоже засмеялась Щеки чуть порозовели Что греха таить, в тот момент этот прекрасный незнакомец Показался мне самым крутым, прекрасным мужчиной Мне даже почудилось, будто я влюбилась Вот так сразу, с первого взгляда, как только увидела его В мужском туалете Угу, была чуть под шафе и перепутала туалеты типа сортир, обозначенные буквами Мэ и Жо А потом был танец с ним, потом выпили на брудершафт, а потом он увез меня к себе И случилась между нами ночь волшебства Уже утром прекрасная ночь обрела новые краски И пока мужчина-одрых увидела на тумбочке его документы Естественно, я сонула в них свой нос Открыла паспорт и узнала, что он не женат Что большой плюс А вот другой документ разрушил все чудо Это был жирный минус Оказывается, я провела ночь с поганым ментом Мать его за ногу Исаевым, Игорем Олеговичем Майором из убойного отдела уголовного розыска столицы Класс! Ушла я по-английски, предварительно обчистив холодильник майора На одну бутылку минералки Все, конец сказки Тряхнула головой, прогоняя ненужные воспоминания И зачем мне на шее этот ментовский хомут? Все, Люсь, закрыли тему Никаких ментов в моем доме не будет Никогда, ни под каким соусом Люся недовольно поджала губы и вернула мне мою крошку Достала из кармана телефон и набрала мужа «Ромочка, котик, можешь приехать к Вике? У нее опять беда, смеситель приказал долго жить» Ласково пропела Люся в трубку Тут же нахмурилась и очень недовольным тоном сказала «Хорошо, ждем тебя» «Что такое? Ты отвлекла его от важных дел?» Забеспокоилась я Люся уперла руки в крутые бока и обиженным тоном сказала «Он с радостью мчится сюда, хочет посисюкать с Машей Сказал, что заскочит в магазин, купит пару пачек памперсов Прикинь, он знает размер памперсов для Маши» «Ого, вот видишь, какой классный у тебя муж, Лесенька» Располыла ся в счастливой улыбке «Ты счастливая подружка, вот именно такой муж мне и нужен, как твой Рома Заботливый, рукастый, бросает все дела и летит на помощь, а не этот майор» Я тут же осеклась, когда поняла, что сказала У подруги в глазах появилось что-то очень нехорошее Зависть? Страх? Боль? Думаю все вместе Я тут же спохватилась, что у меня бардак на кухне Вручила подруге свою малышку, а сама побежала на кухню Чтобы немного прибрать после себя Вика Мне нужно было сразу обратить внимание, как Люся смотрела на своего супруга и мою малышку на его руках И меня, воркующую рядом с ними Роман не только починил мне смеситель Он еще смазал петли на двери ванную, которая ужасно визгливо скрипела Прикрутил болтающиеся дверки на шкафчиках на кухне И привез не две, а целых шесть пачек памперсов и пакет с продуктами Варенье, паштеты, крупы, мука и всякой помелочи Я благодарила и танцующей походкой раскладывала покупки друга Романа я воспринимала исключительно как друга У меня и мысли не было думать о нем в другом ключе А вот подруга подумала Естественно, Люся овладела ревность Жгучая, ядовитая Она разливалась в ее венах и отравила Это семя заложила в подругу я И только я Потому все так и обернулось Люся Записаться на личный прием к майору Исаеву оказалось плевым делом Я думала, что придется повозиться, но, к счастью, обошлось И вот в день Икс явилась я при параде в Саммур Позволила она проходной осмотреть свою сумочку Дважды прошла через металлоискатель Который с дурно начинал верещать Пока я не допетрила, что у меня во внутреннем кармане шубки валяется немного мелче Потом все прошло гладко и с сурового вида мужик в форме сказал, куда мне пройти Чистое слово, я с умным видом пыталась запомнить тот маршрут, но заблудилась Постучала в приоткрытый кабинет, из которого лился мат для моих ушей И оттуда кто-то зверем рявкнул «Что? Еще?» Я чуть в штаны не наложила, даже подумала «Ну и вон нафиг этого Исаева, вдруг он такой же неуравновешенный тип» А после вспомнила своего Ромочку с Машей и Викой, которая приобнимала их Будто это она его жена, а не я И будто Маруся его дочь Тряхнула головой и уверенно сунула голову в дверной проем Улыбнулась во все тридцать два зуба и пропела «Простите, не подскажете, как мне пройти к майору Исаеву? У меня к нему архиважное дело, не требующее отлагательств Или как там у вас говорят?» На меня уставились три пары глаз Все принадлежали суровым и крайне недовольным мужикам Один из них был в форме, седой, важный такой, надутый, как голубь в период ухаживания И багровый Видать, это он, бизон и морал Двое других были в черных свитерах и темно-синих джинсах от матерых китайских брендов «Вы кто такая?» Прорычал седой и тут же гаркнул на мужиков «Да железть! Уже гражданские побурыша стоят! Где Исаев?» «Девушка, вам прямо по коридору Потом по лестнице на третий этаж, а там спросите» С усмешкой произнес мужчина и сверкнул обезоруживающей улыбкой Я тут же быстрым шагом направилась туда, куда послали, пока не прогнали Пришла на третий этаж, а там была просторная общеприемная девушка, загружающая принтер свежим тонером Она-то мне и подсказала, куда дальше И как они по этим лабиринтам ориентируются? Нужный кабинет нашла Предварительно сняла с себя шубку, поправила кофточку, огладила морщинки на юбке и постучала «Да», — раздалось недружелюбное Сделала глубокий вдох, шумный свистящий выдох, на всякий случай перекрестилась И только потом вошла, просияла улыбкой и произнесла «Здрасте, а вы, Исаев Игорь Олегович?» Он брусил на меня мимолетный взгляд и ответил «Я? Что у вас?» «А что у меня? Я даже забыла, зачем пришла» Вылупилась на мужчину и рот раскрыла, будто мужиков отрадеть не видела А данный вид мужчины сидел в кресле у окна и листал папку с документами Ноги он забросил на стол Из-за габаритов Исаева мне показалось, что и без того небольшой кабинет сжался до крошечных пределов Длинные сильные ноги были обтянуты классическими брюками Между прочим, из очень хорошей ткани Уж я-то разбираюсь в шмотках Ботинки чистые, без морщинок на коже Модельные Вот это да! Темно-синий свитер из кашемира подчеркивал ширину плеч, мускулы на груди и руках И сине-черные волосы с одной седой прядкой побывали в руках профессионала У майора была хорошая стильная стрижка и ухоженные волосы Лицо гладко выбрито, красивое лицо, мужественное Я бы даже сказала породистое Я успела обратить внимание на его руки Хорошие руки, сильные, тоже ухоженные Но не руки неженкие И кольца нет А еще я увидела часы Ого! Мать моя женщина! Это точно майор? Может, это генерал-майор, а? Или кто там в чинах самый крутой? Вика! Ну ты мать и дура! Это же не мужик! Это бляха-муха Аполлон Перекрасившийся в брюнета Сошел до нас земных женщин Не будь я замужем и глубоко влюблена в своего Ромку Сама бы соблазнила этого красавца Хоть генофонд зазря не пропадает И векусь и умудрилась заполучить материал этого жеребца Так что у вас? Вернул меня с небес на землю майор Исаев Захлопнула рот, поправила прическу и кивнула на одинокий жесткий стул Могу присесть? У меня к вам серьезный разговор, майор Важный! Присаживайтесь! Вздохнул мужчина Убрал ноги со стола И забросил папку точнехонько в урну выхода Сел напротив меня В ожидании этого саморазговора Ну, с чего мне начать? Майор, у вас есть дочь, и вы знали? Нет? Теперь знаете Майора, вы в курсе, что вы папочка? Блин, засада! Вика, прости меня Но я спасаю свою семью Субтитры сделал DimaTorzok